С вами учебник слуг. Биология, 7 класс. Тема урока – отдел плавновидной. Эти растения, как и маховидные, произошли, возможно, от псилофитов. В период своего расцвета, более 300 миллионов лет назад, плавновидные были широко распространены и достигали большого разнообразия форм. В настоящее время плавновидные чаще всего встречаются в хвойных и смешанных лесах. Это многолетние, вечно зеленые, травянистые растения с прямостоячими и ползучими побегами. От стелющихся по земле участков стебля отходят придаточные корни. Листья мелкие, различной формы – шиповидной, овальной, шиловидной и других – располагаются на побегах поочередно, супротивно, то есть друг против друга, или мутовчато, в виде венчика вокруг стебля. Вегетативное размножение у плавнов происходит за счет отмирания участков старых побегов и укоренения жизнеспособных фрагментов, которые дают начало новым растениям. Бесполое размножение осуществляется также и спорами, образующимися в спорангиях, собранных на прямостоячем побеге в виде колосков. С момента образования спорангия до высыпания зрелых спор проходит несколько месяцев или даже лет. Споры прорастают и дают начало обоеполым или однополым гометофитам, которые несут мужские и женские половые органы. Сперматозоиды созревают раньше, чем яйцеклетки. Это снижает вероятность самооплодотворения. Споры плавнов используют в медицине в качестве детской присыпки, аналог талька, в ветеринарии, а также в промышленности для получения желтой и зеленой красок. Плаун – растение споровое. В его развитии происходит чередование поколений полового – гометофита и бесполого – спорофита. Взрослое растение, которое можно встретить в лесу – спорофит. На его стебельке, на нижней стороне чешуек листьев, помещены мешочки со спорами. Во второй половине лета споры созревают и высыпаются на землю. Из проросшей споры развивается маленькое растение – заросток, на котором образуются мужские – антиридии и женские – архегонии – половые органы. С водой сперматозоиды попадают в архегоний и оплодотворяют яйцеклетку. Для того, чтобы из зиготы на заростке вырос стебель, потребуется не меньше 10 лет. И еще 10 или 15 лет пройдет, пока из подземного стебелька вырастет взрослый плаунт спорофит, способный распространять новые споры.